Еще одно место, на которое оказало свое влияние появление нового ядра D7, это модули. Общая концепция осталась прежней. Битрикс по-прежнему модульная система. Есть штатные модули, которые входят в так называемое ядро системы. И сторонние решения. Но D7 принесло в модули новое API и новые принципы формирования кода в модулях, основанные на D7 и на принципах ООП. Рассмотрим эти особенности. Первое. Это новая API ядра D7, которая заменяет вызовы методов старого ядра. Это методы, которые обслуживают работу модулей. Например, мы должны в модуле для всех языковых сообщений использовать новое API. Также регистрация обработчиков событий и отмена такой регистрации. Здесь мы зарегистрировали до события OnBuildGlobalMenu метод AddGlobalMenuItem класса Академии ООП GlobalMenu, который мы создали и который является обработчиком события. Данное событие в нашем модуле добавляет кнопку в главное административное меню слева. Также регистрация самого модуля производится через новый метод ядра D7, метод регистр модуль класса BidrixMainModuleManager. Аналогично снимается регистрация модуля через метод AnRegistRModule этого же класса. Но на текущий момент мы имеем такую ситуацию, что далеко не все методы можно легко заменить на методы ядра D7. Так как это эволюционный, постепенный путь развития и ядро D7 развивается постепенно, то новые методы и появляются также со временем. Мы еще не имеем полный набор необходимых методов, которые бы позволили нам полностью забыть про старое ядро. Удобные методы работы с файлами при установке модуля, такие как cop.dir.file или delete.dir.file.exe, пока не имеют аналогов. Или метод include.admin.file. Пока такие методы нет возможности заменить. Мы используем в своем модуле эти методы старого ядра. Как только в очередном обновлении появляется новый метод в ядре D7, который может заменить метод старого ядра, мы должны непременно начать использовать новый вызов в своем коде. Следующее важное изменение, которое внесло ядро D7 в работу модулей, это папка lib. Теперь все методы и классы модуля вы должны помещать в папку lib, которая размещается в корне вашего модуля, либо в подпапках. Также важным нововведением в модулях с приходом ядра D7 стала автоматическая загрузка размещенных методов класса в папке lib. То есть вам больше нет необходимости беспокоиться о том, чтобы данные файлы с вашими классами подключались. Вам достаточно разместить файл с классами в папке lib, используя несложные правила, и везде, где подключен ваш модуль, при вызове класса будет происходить загрузка вашего метода. А правила очень простые. Первое. Каждый класс должен находиться в отдельном файле. Второе. Имя класса должно совпадать с именем файла без разрешения. То есть видим файл main.php, в нем объявлен класс main своими методами. Остановимся теперь на том, каким образом мы должны обозначить пространство имен в папке lib. Во-первых, сначала нужно обозначить пространство имен вашего модуля. В нашем случае модуль называется academia.op. Соответственно, как вы можете видеть, все файлы с классами, лежащими в папке lib, получают пространство имен academia.op. То есть academia – это имя партнера, разработчика модуля, а op – это имя самого модуля. Далее мы можем создать папочку. Например, в нашем случае компонент. Будем там размещать код для наших компонентов. А тут у нас имеется файл class-components.php, в котором мы разместили класс компонентов. И здесь, как вы можете видеть, у нас другой namespace. По факту мы добавили к пространству имен нашего модуля еще имя папки и создали под пространство имен. Вот такими нехитрыми правилами следует следовать, и тогда ваш код будет структурирован и автоматически подключаться. Эти правила обязательны к исполнению в случае, если вы работаете с использованием методов нового ядра D7. Но если вдруг вы по каким-то очень веским причинам должны отступить от правил размещения кода, отступать от правил наименования пространства имен категорически не рекомендуется, то есть возможность принудительного добавления методов в автозагрузку. Например, у нас есть файл all.php, в котором размещены два класса. GlobalMenu и TempModule. Соответственно, правила у нас нарушены. Имя файла не совпадает ни с одним из имен классов файли и классов файли 2. Автоматически подгружаться ни один из классов не будет. Для этого в файле Include.php мы вызываем метод регистра автолоад классов класса BittrexMainLoader, где передаем имя нашего модуля и массив. В данном массиве каждый элемент описывает класс. Ключ — это имя класса. Как видите, мы указываем полное имя класса. Включаем namespace. Означением служит путь до файла, в котором данный класс содержится. Я вам уже показывал, что у нас появилась кнопка, так как мы при установке модуля зарегистрируем обработчик событий. Давайте закомментируем вызов метода регистра автолоад класса BittrexMainLoader. То есть не будем принудительно добавлять класс в автозагрузку. И посмотрим, что у нас в этом случае произойдет. И как видим, кнопка у нас пропала по той причине, что событие не смогло вызвать свой обработчик, так как ему наш класс неизвестен. С модулем мы с вами разобрались. Я думаю, вам много стало понятно. Пойдемте дальше. Продолжение следует... Продолжение следует...